У Центра Согласия было предложено подписать согласие или декларацию, где они бы признали как основу следующей коалиции признание того, что латышский язык является единственным государственным языком и признание факта оккупации в истории Латвии. То, что Центр Согласия отказался от того, что уже, как мы знаем, в Конституции укреплено, для меня кажется странным, потому что Центр Согласия выбрал путь радикализации. Они упорно боролись за пчелами перед выборами, но в принципе этот выбор означает, что они сами решили занять эту нишу. И, по-моему, это не отражает мнение тех очень многих людей, которые голосовали за них. Поэтому я думаю, что они из-за этого не... они потеряют какую-то часть электората, а не прибавят. Согласитесь, в противном случае они ведь гораздо большую часть электората, возможно, потеряли бы. Нет, я думаю, что это неправда. Я думаю, что то, что люди так мало все-таки голосовали за пчелами, которые ведь представляют эту идеологию, да, идеологии сохранения постсоветского пространства и влияния кремлевской политики. Они же не получили поддержку у избирателей. Скажите, а вот тот факт, что Центр Согласия отказался признать факт оккупации, это стало единственной причиной, по которой были прекращены переговоры? Или, возможно, были еще какие-то более глубокие причины, о которых, может быть, мы не знаем? Центр Согласия провел себя, по-моему, немножко странно. Сперва они заявили, что очень заинтересованы начать переговоры и сотрудничать. Потом они прочли это предложенные декларации и сказали, что все надо начинать с белого листа. То есть, и с этим и эти переговоры закончились. Какие там еще тайные, я не знаю, источники или реки были, трудно сказать. Госпожа Алларта, ну ведь получается и так, что, скажем, Единство и Союз Зеленых Крестьян тоже предложили сначала Центру Согласия сотрудничества, и когда он согласился сотрудничать, в том числе и в коалиции с участием ВИСУ Латвии и ТБДНЛ, потом были выдвинуты вот эти вот условия насчет признания факта оккупации Латвии. Ведь можно повернуть и по-другому. Нет, это неправда, потому что в тот же день, когда Валдс Домбровский вышел с инициативой предложить четырьмя партнерами создавать правительство, в тот же день были и оглашены эти принципы. Конечно, не было только языки оккупации, там были и принципы о бюджете. И так далее. Это случилось в один день. Это было частью этого предложения. Нам пытаются дозвониться уже радиослушателю. Давайте примем звонки. Добрый день. Добрый день. Добрый. Госпожа Эллер, вот где-то вы правы насчет, госпожа Эллер. Вас очень плохо слышно, я прошу прощения. Да, 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 я говорю, Алла, слышно теперь? Теперь слышно, да, теперь мы можем вас слышать. Вы где-то вы правы насчет запчел, госпожа Эллер? Вот лично я, например, был очень обижен, их лозунгом русские идут, поскольку, ну, там я никуда не хотел идти на танков, скажем, да, вот. Ну, не получается у меня, да, это. Вот, я не, много чего можно было бы, но при счетом, скажем, сказать. Но вы учтите, есть еще одна вещь, что за пчел, везде госпожа Жданок говорила о том, что это правая партия, правая партия. А у правой партии на сегодня у нас вполне хватает правых партий, вот, в том числе, как я понимаю, и ваша. И у них хватает избирателей, вот. Поэтому говорить, что только из-за того, что вот там она была очень такая там реакционная, что ли, не совсем правда. И вот еще, что я хотел бы сказать, госпожа Эллер, если вы кого-то зовете работать, ну, я не знаю, хотя бы упрощенно опущу, канаву рыть, то надо рыть канаву, а не спрашивать, какой ты национальности, и что ты думаешь об оккупации? Ну вот, спасибо вам большое за два таких вопроса, с точки зрения. Да, первый вопрос, я думаю, конечно, не был только одна основа такого выбора избирателей, но, по-моему, это было в отношении этой партии, все-таки доминирующей. Насчет канавы, сперва надо решить, какую канаву и в какую сторону рыть, и только тогда можно согласиться с кем, кто готов участвовать в этой работе. Скажите, а вот те партии или те объединения, которые сейчас формируют коалицию, они уже договорились, в какую сторону будут рыть канавы? Я думаю, что это истекает из программы обеих партий, и этот западный выбор, что там вполне ясно, там нет никаких дискуссий насчет языка или факта оккупации. Конечно, там еще много, о чем надо договориться, в том числе об ответственности по отношению бюджета следующего года и по отношению развития экономики. Говорят, что центр согласия все равно может оказаться в правительстве в этом созыве. Как вы относитесь к таким вот разговорам, к таким заявлениям? Я так понимаю, речь идет о том, что все-таки будет смена какая-то в ближайшее время. Да, как я уже говорила, что они выбрали путь радикализации, то, конечно, они сделают все возможное, чтобы не сидеть 4 года в оппозиции, но это их решение, то есть, что они не были готовы продолжать даже разговоры, не соглашаться с этими концептуальными, основными принципами латвийского государства, очень уменьшает их возможность найти партнеров, потому что они будут соглашаться без этих принципов, крестьяне, скажем. Думаю, что нет. Вряд ли. То есть вам кажется, что очень сложно будет каким-то образом раскачать имеющуюся ситуацию и, скажем, войти в область. Я думаю, что центр согласия загнал себя в глубокую оппозицию. И я не думаю, что это устраивает интересы их избирателей. Можно ли сказать, что центр согласия, приняв такое решение, в принципе, проиграл? Я уверена в этом. Я уверена, что они проиграли. Давайте еще примем звонки. Пытаются дозвониться люди до нас. Добрый день. Здравствуйте. Здравствуйте. Мне кажется, что предыдущий автор вопроса несколько другой ответ ожидал от вас. Поэтому пример с канавы был, наверное, не очень удачным. Я бы поставил такой же вопрос, чтобы получить все-таки и предыдущему, и мне ответ на этот же вопрос. А если бы не рыли канаву, а поднимали камень, тяжесть, то поднять его одному невозможно, а второй, извините, как и предыдущий автор, я скажу, с другими убеждениями. Вы согласны, что камень надо поднимать или пусть он стоит на месте? Спасибо. Спасибо вам большое. В общем, вопрос звучит следующим образом. Насколько важна национальность и какие-то убеждения в случае, если страна находится в глубоком кризисе? Ну, сейчас мы начали уже немножко выходить из него, все мы знаем чуть-чуть, да, но в любом случае есть еще что делать. Насколько важен именно этот аспект? Да, я думаю тоже, что не стоит там углубляться в метафоры. Да, не надо, потому что мы только путаемся, по-моему. Нет, если вопрос звучит, должны ли сотрудничать в благо Латвии люди с разных этнических прошлого, конечно, об этом не вопрос. В то же самое время мы должны вспомнить, какое государство мы хотим видеть здесь, в Латвии. И я абсолютно уверена, что единственный путь развития Латвии, это Латвия как национальное государство, а не государство с двумя общинами. Потому что государство с двумя общинами всегда будет основой неуверенности, не... Говорится на латышском перевезомщине. На и дрожь, ибо не... Небезопасность. Да, то есть, но в то же время, когда я говорю о национальном государстве или нации, я не имею в виду этничность. То есть, нация, что-то более обширное, чем люди, которые принадлежат одной национальности. Но мы должны иметь какую-то основу создавания этой нации. Это наш геополитический выбор, во-первых, или во-вторых, и во-первых, это интеграция на основе латышского языка. Ну вот, как говорят сами представители Центра Согласия, опять того же, да, мы сегодня уже полчаса об этом говорим, что их очень оскорбила сама постановка такого вопроса. Сначала зовут сотрудничать, потом выдвигают какие-то условия, при том, что в предвыборной программе у них написано, что они, в принципе, осуждают все тоталитарные режимы. Ну почему так трудно сказать? Почему так трудно признать эту оккупацию, если они осуждают это? Я думаю, что латыши очень много сделали, чтобы признать то, что случилось с евреями, что случилось с Холокаустом в Латвии. Это зрелость нации, это зрелость людей, которые готовы признать ошибки и разные поступки, которые случилось в истории. Ну, хорошо, если все-таки тот же Центр Согласия признал бы факт оккупации, сказал, да, признаем, признаем хорошо, насколько было бы стабильным это сотрудничество? Это очень трудно сказать, конечно, потому что так же, как люди из ВИСу Латвии, никогда не проверены с властью, да, но я думаю, что, и, конечно, этот вопрос был бы насчет такой очень большой коалиции, более чем 90 депутатов. Это что-то уникальное, кстати, своего рода было бы в Латвии. Да, но уникальная ситуация и в Латвии. Мы отстали, нам надо развиваться очень быстро, и нам надо, и в этом я согласна с господином, который задал вопрос, что мы как-то все, всю нашу энергию должны вместе сложить. А вот, кстати, что касается ВИСу Латвии и ТБД ННЛ, все-таки, насколько я понимаю, процесс переговоров, он еще проходит. Чем он завершится, по вашему мнению? Все-таки будете сотрудничать с ними плотно или все-таки оставить их в оппозиции? Я сейчас не могу прогнозировать результат этих переговоров. Как я уже говорила, это партии без парламентарного опыта, большинство их депутатов, поэтому трудно сказать, что будет. Я знаю, что часть их лидеров очень пытается переменить этот бренд этой партии. Но они себе имя уже сделали, можно сказать, своего рода, и не самое, может быть, лучшее. Да, и изменить это, и стать консервативной, но нормальной парламентарической партией. Но я думаю, там и эти нюансы экстремизма все еще участвуют в их умах или части этих умов. Но вам лично было бы легко работать с этой партией? А вот отношение блока единства, я понимаю, вы сейчас выражаете, а вот личное ваше отношение к их политике? Я не знаю всех этих людей, я сказала, они еще не сформировались как общая такая политическая сила. Я говорила с Райусом Зиндерсом, и в принципе наше мнение насчет нации, насчет того, что нация должна быть открыта каждому, который хочет стать частью. И они очень-то разные, но Райус Зиндерс – это один, там есть и другие люди.